Вы из Украины? Нет, просто человек из Беларуси. Нет, я понял, то есть regular user. Я думал, блогер у вас, в общем-то, такой фон однотонный. Ничего себе вы из какого города? Ну, вы хорошо знаете, да, я просто regular user, просто обычный пользователь. Я из Минска, из Беларуси, а вы? Я понял, да, Харьков. Что вы хотите хорошо знаете? Тарков? Вы хотите, что хотите? Я Харьков, я вам сказал. Вы начали фразу, вы хорошо знаете, что я не понял. Хорошо понимаю, о чем, что вы имеете в виду. Ну, хорошо, неважно. У вас есть интересные вопросы? Да, есть интересный вопрос и есть даже предисловие небольшое. Давай. Можно? Можно. Я записываю, учтите, под запись для канала Юти, возможно, будете... Вы записываете? Тем более, тем более, если записываете, то еще с большим удовольствием скажу, что хотел сказать. Я фанат Украины, я люблю Украину, украинцев. Я считаю, что они наши братья и ментально, и как бы по-диному генетически. Я очень, очень уважаю украинцев и Украину, и желаю ей только хорошего. Вот так я хочу сказать. Надеюсь, что у нее все получится, как и у нас, и у белорусов. И мой вопрос, соответственно, какое ваше отношение к белорусам? Нормальное отношение. А вот к Украине у меня негативное отношение, как к державе. Как к ленд, в расширительное толкование позитивное, конечно. То есть я патриот... Много коррупции? Коррупции много? Ну, вообще страна нецивилизованная. Насаждают мову. Нецивилизованные взаимоотношения между метрополией и регионами. Она грабит регионы-доноры. Метрополия. То есть Киев-метрополия, такие как Харьков, Днепр. В цивилизованных странах региона-доноры живут лучше по уровню жизни, чем метрополия, если она сама не производственный донор. Как, допустим, Вашингтон намного меньше популярен, чем Нью-Йорк или Чикаго. А Тава... Ну, давайте с Беларуси... Давайте с Украиной сравнивать. То есть в меньших городах хуже живут люди, чем в больших. Это грустно слышать. Мне кажется, это все из-за коррупции. Но кажется, это все корруптое. Нет, это, ну, не только. Это же и Пресс-ССР такое было, что в мелких городах жизнь была похуже, чем в этих. Это, значит, следствие нецивилизованного финансового взаимоотношения по вертикали. То есть чем выше... 100%! Чем выше, значит, администрация, допустим, администрация метрополии, то есть столица, она старается тянуть все на себя, а не справедливо распределять средства между регионами. Ну, воруют, но это коррупция, это коррупция. То, что им едут коррупцию. Это уже второе. Воруют они как бы одинаково, что в регионах донорах, что в регионах реципиентах, в процентах. А, ага, ага, ага. А кроме, просто меньше выделяется средств изначально? Официально, сейчас после децентрализации получше стало, но она лишь частично смягчила. Официально, если не иметь в виду теневое, теневая это коррупция, официально, взаимоотношения между регионами и метрополами, таковыми, что метрополия забирает неоправданно много у региона-производителя. Вот так. Я вас услышал, я вас понял. Вопрос еще, что меня интересует, ваше отношение к Зеленскому, к его правлению. Хороший президент, плохой? Плохой. Что-то сделал без страны? Плохой? Плохой. А президенте судят не то, что он сделал, а то, что, как он выполняет свои предвыборные обещания. Он практически ничего не выполнил. Как и Янукович, например, тоже обещал, кучу не выполнил. Ющенко не выполнил, Порошенко не выполнил. Но если сравнивать, ну, Лукашенко это наш, я извиняюсь, а в плане, если сравнивать с предыдущими президентами Украины, был намного хуже, чем предыдущие президенты, или был менее плохой, или все плохие? Он такой же плохой, как и как предыдущий президент, но были президенты, были президенты и лучше. Это я знаю, это я знаю, да. Ну, я так знаю, за все время один президент, и вы так его, я вижу, не любят. К сожалению, да. Ну, а предыдущего руководителя вы не застали по молодости, у вас был Шушкевич, если помните. Шушкевич, я слышал имя, фамилию, но он не был президентом, он может быть исполняющим обязанности. Ну, глава, он не был президентом, глава республики он был, да. Я знаю, что он не был, да. Я просто, каково ваше к нему отношение? Я понимаю, что вы не застали, а как вы к нему относитесь? Я вас, поэтому с удовольствием и с большим уважением, и с большим интересом я вас слушаю, потому что вы наверняка больше знаете, больше можете рассказать. А то, что я застал, я застал только этого усатого персонажа. Я же специально вводную дал. Я понимаю, что вы лично Шушкевича не застали, но, возможно, слышали о нем от родителей. К сожалению, да. Возможно, слышали от родителей, читали. И как-то сформировали свои отношения к нему. Или не сформировали, ничего страшного. Я по этому и справлюсь. К сожалению, да, спасибо за вопрос. Я о нем смотрел в интернете, но очень мало смотрел, поэтому я не сформировал о нем полноценного отношения. Но никаких отрицательных эмоций к нему, по крайней мере, никаких отрицательных эмоций к Шушкевичу. Но очень много вопросов к действующей бандитской власти. Ну, хорошо, давайте я вам дам название. А почему отключили запись? Я хотел передать привет украинцам. Вот теперь придавай. Я снова включил запись. Я отключил, пока были технические вопросы у нас эти давал канал. Говори. Ребята, я общаюсь с удивительным, прекрасным украинским человеком в кепке и в черных очках. Я его очень уважаю. Мы очень приятно пообщались. Что я хотел сказать? Я из Беларуси. Я ужасно люблю Украину. У меня болит за нее сердце. У меня вызывает восторг. Одну секундочку я тебя прерву. Ладно, ты уже повторяешь, ты уже сначала говорил. Я тебе признаюсь, я из Канады, я не из Украины. Ну, я вас вижу как украинца. Вы какое-то отношение имеете к Украине? Я уехал из Харькова, но я не украинец по национальности. Ну, я обращался к украинскому народу. Ну, хорошо, я понял. Просто ты уже это говорил в начале. Мне вы очень приятны. Мне очень приятно с вами пообщаться. Вы очень хорошо общаетесь. Ты, если хочешь, можешь сказать свое отношение к Лукашенко, но под запись. Говори так, чтобы не было у тебя проблем. Если мне не страшно. Чтобы не было проблем, да. Это уже страшнее. Это уже страшнее. Ну, все, тогда оставим. Я скажу о нем мнение о Лукашенко, но через мое обращение к украинцам. Я выражу мнение к Лукашенко через обращение к украинцам. Можно? Можно, можно. Ну, только не повторяй. Да, ребята. Только не повторяй, тоже говорил, а то получится неинтересно. То, что ты выразил. Тавтология получится. Тавтология. Да. Я понял. Все, все отрепетировали. Все говорю. Ребята, мы немножко репетировали, но говорим, как есть. У нас есть Лукашенко. Я из Беларуси. Я живу в Беларуси с Лукашенко. Но все же обращение к украинцам, которых я очень люблю. Ну, обращение про Лукашенко. И что я хочу вам сказать. Ну, оно как-то коррелируется. Ребята, я завидую вашей смелости. Я вас люблю. Я вас очень благодарю за вашу поддержку, которая была во времена, вы сами понимаете, каких. Во все времена была поддержка. Но в самые важные времена была самая важная поддержка. Украинцы. Я надеюсь, что у вас все получится. У меня, как и у всех беларусов, за вас болит душа. Я вас люблю. Вся Беларусь вас любит. И спасибо вам за все. Я надеюсь, что у вас все получится и у нас все получится. И спасибо ведущему, который дал мне слово высказаться. Спасибо большое ему. Ладно, все. Спасибо вам большое. Жду вас на канале. Скопировали, да? Сейчас еще раз. Скопирую еще дополнительно. Вставляйте в поиски ютуба. Это в ютубе, да? Да. Вставляйте в это слово в поиски ютуба. Уже еще. Уже еще. Жду себя. А за себя он был совсем не разговаривай. А западной, західной Украины нет. Нема и восточной Украины нет. Нема и восточной Украины. Есть одна Украина. Где вы таке видели? Схидная Украина. Есть Схид Украины, есть Схид Украины, есть Схидные области Украины. Есть Республика Кубань, которую оккуповали коммунисты в 1918 году. А в Воронеж не оккуповали коммунисты? Нет, в Воронеж передали. В Татарстане нет ни одной школы с татарским языком обучения. Еще раз зафиксировали, Петр. Зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане нет ни одной школы с татарским языком обучения. Татарским языком обучения. Кстати, навесили в Раду и чужие дела. Детская декабря эта мразь называется Раду. Куда вели? Ну а сама пробилась, прозвалась до голова. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Ты черная жопа. Мне не нравится черная жопа. Ты черная жопа. Их надо было брозгать да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храмов. Это русская группа. Это русская группа. Мы сделаем украинским углом. Мы начнем. Мы таясь. Да. Да. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. На любой выбор. У нас есть корсойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, ситрона огромная. Давай, нагмерный бой. Ты машинская сила неумною. Сранжевый чумой. Но ты мне улица родная. И мне погоду дорога.